всем привет я все еще в стамбуле совершил великолепное путешествие в несколько турецких деревень и вообще у меня довольно серьезно поменялось мнение о турции о турках я совсем по-другому смотрел на эту страну но в основном по отзывам других людей которые здесь были где нибудь на курортах и дальше курорт они нигде не бывали но сейчас не об этом хочу немножко вам рассказать про ситуацию с камнями право доставку про цены да мне пишут то есть сейчас доставка она такая она то есть то нету то есть то нету на этой неделе самолет летит транспортный на следующий не летит дичель берет не берет берет не берет даже когда берет вот например мы отправили посылку в черногорию уже прошло почти полгода она так до сих пор и не доехала до адресата едут очень криво как-то в окружную например у нас прям как часы работала доставка из шеванки у меня в шеванке мастерская огранка сотрудники обычно как он границ снимает видео я говорю этот и этот отправляй прямо сейчас срочно мне в офис паттайо один-два дня он был у меня в паттайо сейчас посылки едут через почему-то китай в китае их открывают смотрят что внутри и там знаете что могут сделать 5-6 камней которые лежат по разным пакетикам о харли дэвидсон завелся 5-6 камней которые лежат по разным пакетикам они взяли посмотрели что да все нормально соответствует описи инвойсу там печати все есть они сыпали в один пакет пока камни летели один камень раскололся да то есть сапир например под поколит всегда гранат или изумруд поэтому я считаю что в данном случае правильно просто подождать 99 процентов покупателей понимает ситуацию пишет кость все нормально без проблем и тебе доверяем мы ждем все хорошо но есть которые ругаются скандалят естественно ругаются на меня потому что не вирус виноваты не перебои с доставкой общемировая ситуация да такая наверное виноват я но вчера даже меня одна девушка обозвала аферистом и сказала что наверное я никаких камней на самом деле не покупал я думаю что многие переживают волнуются но стесняются об этом сказать я поэтому знаете что подумал вы пишите не стесняйтесь чтобы удостовериться что камень действительно у меня чтобы вы спокойно спали у вас не было сомнений мы можем вот что сделать вы пишите какой-то цифренный код ну допустим там 5 6 13 13 я буду просить огранщика написать цифры на бумажке положить камень на бумажку снять именно видео таким образом вы поймете что да действительно этот камень купил и он действительно у меня ждет отправки с отправкой ситуация такая я могу отправить почтой но он будет идти через 25 стран в основном они сейчас по суше доставляют в каждой стране будут открывать смотреть засыпать обратно в каком виде все это придет я не знаю я вот поэтому считаю что не стоит так рисковать да или надо ждать вот я например жду то есть я тоже себе накупил разных камней у меня много проектов много идей я как бы жду думаю что вам тоже стоит это сделать а почему код цифренный потому что писать что-то на русском мой огранщик или мои сотрудники ювелиры из мастерской в потае в той же но они не смогут они люди не русские почему видео потому что на фото по идее я могу зафотошопить какой-то код или там камень подрисовать что вот он как будто бы лежит на этой бумажке поэтому я думаю что для всех выход хороший написать какой-то код снять видео да вы поймете что я действительно эти камни купил они у меня камни покупаю каким образом допустим камень стоит 5000 долларов вы не скидывайте в основном 500 долларов или тысячу да я доплачиваю свои 4 поэтому на самом деле здесь я как бы вкладываю свои деньги я в данный момент вложил сотни тысяч долларов потому что заказов очень много они у меня зависли то есть переживать я должен больше чем многие покупатели например вот это по поводу доставки то есть не переживайте все нормально камни у меня если вам ну прям очень нужно и вы хотите рискнуть я могу отправить вот как мы в европу отправили и они полгода уже идут и неизвестно в каком виде они придут можете подождать то есть выбор за вами как скажете я так и сделаю второй момент очень интересная ситуация я был уверен когда началась пандемия что продажи упадут до нуля и хорошо если мы вообще выживем но продажи выросли примерно в 10 раз оказалось что очень многие бизнесмены они были настолько сильно заняты что они когда-то планировали купить своей жене или себе или девушке или любовнице какой-то камень сделать украшение но им было просто некогда а сейчас на пандемии они стали смотреть youtube чик смотреть instagram наткнулись на меня и заказы у нас выросли мы вынуждены были производство расширить в три раза то есть сейчас у меня была одна мастерская раньше с набором мастеров да сейчас их три то есть как бы произошел довольно серьезный рост именно продаж в продажах плюс в это же время пока еще есть пандемия пока еще есть вот это вот этот момент того что все страны закрыты это у нас стамбульские котики мяукают тут я могу пробивать очень-очень хорошие цены поэтому ситуация какая с доставкой проблемы но зато очень приятные цены нам удается покупать в два раза дешевле камни на 30 процентов на 40 процентов дешевле чем это было до пандемии третий момент который нужно обязательно упомянуть многие скептики писали что вот эти ваши стекляшки они ничего не стоят что-то случится какая-нибудь война эпидемия цунами и ваши камни все бу вы будете обменивать на тарелку супа все камни все позиции которые шли уверенно вверх до пандемии по цене также продолжают уверенно идти вверх за время пандемии сильно подросли рубины в цене полихромные сафиры цветные бриллианты из австралии посмотрите загуглите до информации она в принципе в открытом доступе то есть они в цене выросли очень сильно например турмалин пара ибо вот который такой неоновый сине-зеленый голубой зеленым да он только за лето вырос в цене примерно 30 процентов то есть пандемия никак не влияет на цены они продолжают уверенно идти вверх то есть люди даже больше стали покупать предметов роскоши это конечно странно и возможно в чем-то нелогично вот я объясняю тогда что у людей с деньгами появилось свободное время они стали думать о своих любимых о жёнах о себе чтобы себя как-то порадовать когда вокруг все плохо хочется какой-то радости не стесняйтесь пишите если вы вдруг переживаете что если у меня эти камни на самом деле я в открытую всегда работаю я ничего не скрывая с удовольствием я сам в стамбуле да я планирую ехать в россию потом я планирую лететь надолго в африку на несколько месяцев но я дам задание своим сотрудникам на шеванке в паттайе москве мы с удовольствием вам предоставим доказательства что все нормально камень у меня я его купил и не продал вот он ждет удобного момента для отправки всем пока не болейте берегите себя не стесняйтесь пишите если вы о чем-то переживаете не стесняйтесь об этом говорить счастливо